Добрый вечер! Сегодня в очередной рубрике Антитопор Магистр истории, кандидат философских наук Родион Николаевич Башкатов Здравствуйте, Родион Николаевич! Добрый вечер! Родион Николаевич, вот такой вот вопрос, как к историку Наверняка вы в преподавательской своей деятельности часто сталкиваетесь с учебниками других государств Я, в частности, имею в виду государств нашего ближнего зарубежья Бывает такое, что сталкиваетесь именно с фальсификацией исторической науки в этих странах? Из учебников по истории стран ближнего зарубежья Видел только вузовский учебник по истории Украины Издание, примерно, рубеж 90-х и 2000-х годов прошлого столетия Представление о программе по истории в других сопредельных республиках Я имею из опыта общения со студентами, которые заканчивали школу непосредственно Там, я знаю, в частности, трактовки истории в Узбекистане, общаясь с теми студентами И, исходя из этого, могу сделать вывод о том, какое же мнение, отношение, представление в их национальной историографии В описании всего периода развития их страны В какой стороны версии трактуется отношение их страны с Россией В целом, вывод такой, что антироссийские иностранцы, как ни странно, не являются преобладающими И на территории Украины, еще даже в тот период, когда президентами были Кравчук и Кучма Тоже основная идея доводила за население, что Россия украла у Украины ее историю В частности, период Киевской Руси, древнерусского государства Это период в истории непосредственно Украины А Москва, это упоминается не ранее, как середина 12 века И, соответственно, они требуют, чтобы всю историю древнерусского государства до 12 века Из наших учебников изъять, что это посякательство на их национальное самосознание Также, как ни странно, и в Узбекистан Студенты из Узбекистана считают, что их предки, дедушки, бабушки, прабабушки, родители Прожили в оккупации в российской, что они свободное поколение Ну, я, конечно, могу только предположить ужасно, что пишут в учебниках по истории в странах Балтии Ну, я допускаю, предполагаю, наверное, что более-менее дела будут обстоять в Белоруссии Хотя у белорусов есть специализированный сайт, тоже есть белорусские националисты В частности, сайт называется «Партизан» белорусский Где там доводится мысль, что белорусы единственные славяне из восточных славян А украинцы и русские – это татар-афиды Я больше знаю, что болгары у нас единственные славяне Хотя этнонимы не к тюркану Как ни странно, да Ну, понятно Вы знаете, я сталкивался еще с такими студентами Здесь уже в России, из других тоже республик Со студентами вообще, скажем так, отдельная проблема Особенно из ближнего зарубежья Бывает, что приезжают вполне такие нормальные ребята, девушки, отличники По определенным каким-то дисциплинам А вот по истории все никак Я сам лично сталкивался со студентом Азербайджана Который говорил, что у себя в Баку я был отличником А вот здесь, в России, что-то мне история не дается Здесь какая-то другая история Вот, и у меня такой следующий вопрос Который в последнее время очень часто муссируется в СМИ, в прессе По поводу Юлистанского и Трукманчайского договоров Какова сейчас вероятность пересмотрения Сейчас Иран очень часто говорит о том, что необходимо было бы пересмотреть этот договор Какова сейчас вероятность пересмотра этого договора И насколько он значим для России, Ирана, Армении, Грузии и Азербайджана То есть для закавказского региона, скажем так Этот вопрос возникает в связи с тем, что наверняка в Иране хорошо знают о распространении усиления исламистских организаций на Кавказе Поскольку, в отличие от Турции, именно Иран является исламским государством И, соответственно, отсюда возникают и амбиции расширения геополитического влияния Ирана в Закавказье на Северном Кавказе Безусловно, наверняка такая угроза существует В частности, через деятельность этих религиозных, якобы просветительских, исламских организаций И уже, соответственно, тема буссируется, есть информационное присутствие Если там появятся ставленники, сочувствующие, сочувствующая интеллигенция этому Которая возьмет курс на включение, который де-факто существующий халифа, да, исламский Да, Юра его нету, но у каждого верующего мусульманина в голове есть такое представление, как исламский мир Соответственно, эти территории должны от христианской России отделиться И куда? Ну, пойдут, наверное, к исламскому государству Иран Ну, я думаю, такое влияние есть Но всерьез его рассматривать нельзя, конечно, прошло 200 лет В Дагестане в самом пышно прошло активно празднование 200-летия в составе России Пока удается ситуацию удерживать и настроения, например, могу сказать про Дагестан Они преобладающие в данный момент пророссийские Но никто не может говорить, что это будет и далее Но в отличие, скажем, от закавказских нынешних республик В отличие от закавказских республик, да, которые пытаются, периодически пытаются себя противопоставить России Но, все-таки, опыт отношений с Ираном, причем, назначительно недавний такой, что Конечно, господство Ирана, когда они были вассалами, тиханство в составе Ирана На Персии, на что он назывался Ну, они не способствовали экономическому, культурному, политическому развитию Поэтому именно присоединяться к Ирану, конечно, никто не хочет И даже, уверенно, априорно и лидеры закавказских республик себя не мыслят Даже азербайджан, будучи шиитским государством Да, тоже никак не в восторге от такой перспективы Ну, и при этом, знаю, что именно благодаря тому, что они вошли в состав России Они потом, впоследствии, спустя сто лет, фактически приобрели свои политические границы Из чего можно уже отслеживать развитие государственности Поэтому, с одной стороны, удобно говорить, что они для самосознания, для самоидентификации Что вот они были насильственно кем-то присоединены, как Россией Поставьте в позицию героев А с другой стороны, именно с этого момента они приобрели свои политические границы И статус субъекта, каких-то хотя бы межнациональных, какие-то хотя бы политических внутренних отношений Как административно-территориальной единицы Родион Николаевич, но бывает, бытует еще и такое мнение, что та же империя персидская Она входила в определенный костяк, допустим, такой же азербайджанской нации Например, возвращаемся к тем же фальсификациям В тех же учебниках азербайджанских говорится о том, что Азербайджан простирался от Багдада до Кабула И Дербент, и Ереван, и Тбилиси входили в состав азербайджанского государства Насколько это правда, что об этом говорит академическая наука? Здесь логика, аргументация, ну, не могу сказать, что понятно Но хотя бы на что она опирается, на какую посылку, это понятно Поскольку Азербайджан до сих пор такая существует еще провинция на севере Азербайджана То есть историка культурной области на севере Ирана, это Персия, она существовала И поскольку Азербайджан длительное время являлся частью Турции, Персии То история Персии, персидской державы, это же является азербайджанской интеллигенцией, конечно, с историей самого Азербайджана Но предписывать, что история Азербайджана и история Персии, это одно и то же, ну, наверное, это слишком громко Хотя потому что свои границы и территорию, этнический состав Персия имела несколько иной, нежели Азербайджан В конце концов, это индоевропейцы, их культура прослеживается, очень четкая родственная связь с территорией Средней Азии, Семеречья Источник культуры, в то время как Азербайджан Это самого Турана Самого Турана, да А в то время как Азербайджан, это преобладающая, это тюркоязычная нация Исламская, в то время как и Персия, Иран, они, несмотря на исламизацию, сохранили свою собственную культуру и свою собственную идентичность То есть тоже община в Исфахане и Зарастрийцев существует Да, то есть получается до Демократической республики Азербайджан 20-го года государственности такой никогда на карте мира не было Нет, это была территория Персии И до 20-го года непосредственно территория Российской империи А до этого была территория еще Персии Вы знаете, иной раз они ссылаются на то, что якобы во главе того персидского государства стояли тюркские ханы Те же каджары Но с другой стороны, мы же всех прекрасно понимаем, что каджары родом из Гулистана Гулистан это Туркменистан, то есть ближе туда Так получается, что у Туркмении и у Азербайджана одна на двоих история Они, получается, делят одно одеяло и тянут в одну и в другую сторону Ну если у ряда президентов США были явно выражены, ярко выражены ирландские корни Но это еще не является поводом в учебник по истории Ирландии и с историей США объединять в одно целое Ну в принципе, да И в то же время в таком случае и шведы, и норвежцы имеют право претендовать на всю историю России Поскольку государственность создавалась теми же варягами Еще вот такой вопрос, как независимому человеку Часто в азербайджанских СМИ, в азербайджанских источниках говорится о том, что армян на Кавказе Ну имеется в виду, за Кавказе, естественно, никогда не было И они поселились на территории западного Азербайджана, который ныне якобы называется Армения С помощью русских То есть, имеют в виду тот же Туркманчайский договор То есть, до Туркманчайского договора армяне там никогда не жили Насколько это правда? Можно ли сказать, что именно русские поселили армян из Персии на эти земли? Наиболее точная формировка будет, что именно благодаря Туркманчайскому договору Были созданы условия для репатриации армян Вот это правильное слово, репатриация, не переселение А именно репатриация Им Туркманчайский договор предусматривал возможность для армян, живущих на территории Персии Свободно переселяться на русские земли То есть, в любом случае, уже тогда Имелось в виду русские земли, это уже как-то территория Российской империи То есть, обращаю внимание, что они переселялись уже и по договору на русские земли То есть, не на азербайджанские, не на персидские Именно в крайнем случае на русские То есть, эту территорию нужно считать или русской землей, как часть Российской империи Либо репатриация, то есть, возвращение армян в границу того ареала, где они проживали до этого За 200 лет до этого Пока данные территории не были оккупированы именно Персии И тогда, когда христианское население было оттуда частично ассимилировано Частично оно было депортировано вглубь Это Персии Общины сохранились в длительное время Они и сейчас есть, в принципе, в определенных местах Вот еще хотелось бы уточнить один момент по поводу Кавказа Вот, например, в армянских источниках, скажем, 16-го века, 15-го века Да даже 17-го века, возьмем чуть позже Нигде не упоминалось такие термины, как Закавказье или Кавказ Хотя Армения, она находится и находилась в том же ареале, в котором она сейчас, в принципе, находится Можно ли сказать, что именно эту терминологию стала применяться уже с присоединением Армении в состав Российской империи? Ну, понятно, что такой термин географический Он возник не случайно, поскольку русские войска подошли границам пред горем Кавказа и на северной стороны И находились там достаточно долго и не могли его перейти, поскольку прерывались столовые коммуникации И присоединение закавказских княжеств к России происходило достаточно долго Тяжелые были войны и с Турцией, и с Персией Именно поскольку русским, чтобы добраться до грузинских царств, необходимо было перебраться через Кавказский хребет И отсюда возникло название территориальное Закавказье Именно это возникло как раз в период присоединения Грузии Которое первый раз уже вошло в состав России при царе Ираклии II в 1783 году Единственное, что потом после смерти Екатерины пришлось русские полки из Тифлиса вывезти А в 1796 году следом Персия совершила карательный поход Фактически жителей Тифлиса поголовно истребило И потом в России пришлось уже в начале XIX века при Александре I Стать на защиту православных Опять-таки Закавказье возникло, потому что из необходимости посылать войско Закавказских хребет И отсюда и возникло Закавказье Ну, на мой взгляд, термин он и сохранился То есть, в любом случае, можно сказать, что присоединение, вхождение в состав Армении, Грузии, Абхазии Закавказской федеративной социалистической республики И затем формирование СССР привело на формирование к этой историко-культурной области Историко-географической области, которая, безусловно, уже сформировалась И является сложившейся, то, что называется, Закавказьем Я думаю, оно уже прижилось и является как бы фактом Но, поскольку, наверное, есть основания рассматривать этот термин, как анахронизм То, я думаю, на самом деле, целесообразно заменить его на Южный Кавказ По аналогии, как мы говорим про Центральную Азию, да? Артем Николаевич, вот через год, ровно в 2015 году Весь армянский мир будет, значит, вспоминать жертву геноцида армян в Османской Турции В 1915 году Как Вы считаете, как историк, как философ, это, наверное, будет вопрос Вам От всех армян Если идти вперед Признает ли Турция когда-нибудь Свои злодеяния в 2015 году? Ну, конечно, вопрос серьезный Поэтому, как бы, шуткой отвечать бы не хотелось Хотя она именно первая приходит в голову Что это сразу произойдет Тогда, когда президентом Турции станет этнический армянин Тогда будет придумать Крипто-армянин Крипто-армянин, да Конечно, тогда будет проще Но поскольку уже прошло 100 лет Такого факта еще не достигнут, такого прогресса Но, думаю, может, следует к этому идти постепенно Лично мое мнение, что это событие, как 100-летие геноцида На политическое руководство Турции большого впечатления не произведет Конечно, это будет резонанс определенный Но этот, думаю, процесс еще не быстрый По крайней мере, с помощью ЮНЕСКО добиваться Корректировки контроля над образовательным стандартом В частности, по истории Внутри Турции все-таки необходимо Вести уже через международные институты Здесь определенную работу Соответственно, рассекречивание документов Из турецких исторических архивов Которые наверняка тоже сохранились Так они говорят, что они готовы предоставить или секретить их И якобы армянская сторона отказывается Ну, я в подробности этого вопроса не сдавался Единственное, что знаю, что правила подтвердили Что они засекречены То есть мы подтвердили этот факт То есть, наверное, выборочно они что-то хотят То есть, правило То есть, процессы, конечно, признания Я убежден, что оно произойдет В течение ближайших, конечно, не года, а 20 лет И думают, что это неизбежно произойдет В связи с тем, что эта информация, она будет закреплена И в учебниках по истории раз Соответственно, потом появлением каких-то исторических памятников Там культурных мероприятий на территории Может, какие-то научные конференции В защите диссертации по истории В самой Турции Когда какие-то диссертанты Должны доказать ту истину Которая для многих уже очевидна Это будет признание научным сообществом Просто, соответственно Вадим, вам тоже Можете посоветовать, поскольку я знаю Что вы человек полиязычный Может, получите доктора истории Диссертацию, защитите В каком-нибудь университете в Стамбуле Выйти с материала Время покажет По крайней мере В Турции я еще ни разу не бывал В Стамбуле это произойдет Или не в Стамбуле Но защищаться точно буду Да, и в принципе Это будет как раз знаковым событием Когда в Турции Именно научное сообщество Все-таки примет такие тезисы И, соответственно После этого уже политическое руководство Наверное, будет уже вынуждено В конце концов Согласиться признать В каких-то формах С оговорками Найдя виноватых Называть, как в нашей историографии Слово, мы не знаем На тюркском языке Что-то вроде перегиб Наверняка есть аналог Ну, найдут и объяснят У нас в конце концов Тоже объяснили ошибки руководства В конце концов Германии не стыдно было признать Холокост Ну, хотя Именно по вопросу От Холокоста У историков больше Сомнения просто Внешне по геноциду армян Мы этого не говорили А вот еще такой вопрос Почему тот же геноцид Практически не рассматривался В Советском Союзе Не было ничего слышно О геноциде знали только армяне Ну, по крайней мере Что утверждают Что знали только армяне Ну, наверное Это слишком громко И слишком категорично Ну, еще ряд историков Которые как бы Вопросу касались Советских историков Ну, понятно Что мотив какой был Разумеется 1915 года Он в принципе Был прикрыт В итоге Брест-Витовским договором 1918 года Когда та территория На которой армяне были уничтожены Она окончательно полностью Вошла в состав Турции Поскольку по Брест-Витовскому договору Россия выступала территорию Не только Свою собственную Тоже Польшу, например Своей именно российской Восточной границей И территория Армении Тоже была урезана И, соответственно Получилась та же Передана Карская область Карская область Да, передана в состав Турции И, соответственно Получается, что Турецкие власти Находясь в условиях Военного времени Первая мировая война Вели Войну сепаратистами С партией Дашнак Сутюн Которая вот Неосмотрительно Заявила курс На независимость Армении Не позаботив Это была политическая ошибка Не позаботившаяся От поддержки Не имея достаточной силы Гарантий По сути Именно руководство Дашнак Сутюна Отчасти спровоцировало Эту меру Создало По крайней мере Для турецких властей Удобный повод Поэтому главное Но тем не менее Именно в 60-х годах В 70-х годах Иными странами Был впервые признан Был впервые признан Геноцид армян Взять тот же Уругвай, например Ну и понятно Почему Франция признала Просто Иначе объяснять вопрос Самому Тоже французскому народу Откуда у них 500 или 600 тысяч армян Взялось на территорию Почему С того Ни с сего Ну разумеется Тут И влияние Большое было Армянской интеллигенции Во Франции Ну конечно Это был тоже Это определенный Шаг Жест необходимый Что это может дать Армянам Допустим Турция признала Геноцид Есть ли вероятность Каких-то репараций Возмещения Ущерба Возврат территории Определенных Ой Ну это вопрос Разумеется Уже Наверное К турецким политикам Но все-таки Прецеденты То есть Не исключено Но прецеденты существуют То что это Поскольку Ну это не репарации Называется Наверное Репарации Контрибуции У нас уже Отменены Репарации Выплачивает Проигравшая войну Сторона То есть Право на компенсацию Возмещение Ущерба В конце концов Германия Польши И Израиль Уплачивала Германия Солидные суммы Но то Германия То Турция Да Турция сама Сравнительно Бедная страна Что Может Турция Сделать В качестве Компенсации И пойдет На это Ну наверное Все-таки Специальный закон О статусе Например Жест Доброволь Армянского языка Например Или автономию Ну территориальную автономию Это уже Я честно говоря Даже не верю В эту перспективу Поскольку Турция Страна Унитарная По своей структуре Прав автономии Не может Курдистан Добиться И не добьется И все-таки Курс ведется На создание Поддержание Гомогенного Этнического Состава Все-таки Те армяне Которые живут В Турции Они официально Считаются Турками И не только армяне Те же греки На территории Турции Негласно Должны находиться Только турки Но Что можно сделать Ну Выделить средства На код Связать специальный закон О поддержке Развития Вот программа Правительства Турции О поддержке Развития Армянской культуры То есть Музеи Памятники Культурные общества Библиотеки Ну могут Тогда возникнет Второй вопрос Пойдут ли на это Армяне Но Дело в том Когда что-то предлагают Зачем Отказываться Несмотря что Предлагают Да Ну по крайней мере Деньги к извинениям Это уже что-то Я думаю Все равно Это будет Определенный Прогресс В отношениях Между Этническими Армянами И турками Потому что Напряженность Она до сих пор Сохраняется Например Я от Пожилого армянина Даже слышал Такую вот Шутку бытовую Когда столкнулся С тупым Незаточенным ножом Он высказывался Ворча Что таким ножом Только турок Кастрировать То есть Какой-то шарениз Бытовой Он наверное Вот Существует И соответственно Напряженность Необходимо снять Все-таки Сто лет И до сих пор Неприязнь Это нехорошо По декларациями Принципам ООН Граница у нас Священной Недеримой Территория Турции Обратно К Армению Она Армении Не отойдет Но Создание Определенного Визового режима Возможность Возможность Миграции Населения Поддержка Культурных Обществ Просветительских Чую Пахнет Это чем-то Таким ГДРом И ФРГ В свое время Ну все-таки Может быть еще Программа Нужна по Противодействию Турецкого Национализма Вот я Не специалист Я знаю что Редактора Армянской газеты В Турции убили Гранд-одинка Да Несколько лет назад Я думаю что Необходимо Подобные Процессы В случае факта Громко С резонансом Расследовать Пресекать Делать заявление Не допуская Никакой национальной Розни Религиозной Розни Ну может ли Исламистское Руководство Турции На это пойти Не знаю Насколько Политические партии Зависят от Внешнего финансирования От исламских Организаций Ну поживем Ну видимо Да Ну хотелось бы Чтобы такая Политическая воля У турецкого Руководства Все-таки возник У нас истекло Время У нас в гостях Сегодня был Напоминаю Родион Башкатов Философ Историк Думаю что Мы еще Не раз встретимся Всего доброго Всего доброго